Некоторые лоты заатрымливаются на полициях годами, инше знаходят новых господаров, залеченные годины. У одной из гомельских антикварных лавок несколько тысяч экспонатов, каждый из которых имеет свою интересную историю, начиная от творения и завершающая тем, как они в уголе трапили в комиссионку. Что привабливает сюда покупников и как господару лавки удается утриматься на плаву в пандемию? Сюжет Марины Джалай. Антикварную лавку Андрей Рублев открыл шесть годов тому. Историей захоплялся с детинства и таким чином у особи в Мару. Зрабил ей справой своего життя. Скруплезно вывучая звездки об каждом экспонате, как ведать самому и рассказывать наведывальника. Але зараз скажет, больше приходится думать об выживании. Дякую 143-му указу, появилась мягчимость просить владельника помешкания об снижении арендной платы. Андрей склав ответный лист и накировал его уголовное господаршее управление управление справами президента Республики Беларусь. Миновита Яно, арендодавца. Гандель по крыху еде. Але хочется и развиваться. Наприклад, арендовать новое просторное помешкание, где можно будет продавать раритетную меблю. Зараз у лавцу смогла поместиться только одна шафа. Для ее уже знайшовся покупник. Шкаф к нам пришел, значит, не в очень достойном состоянии, но после работы рестрационной мы его исправили. И на сегодняшний день он уже повторяет свою эпоху, из которой он вернулся. Это 20-30-е годы Германия. Как попало к вам и от кого такой шкаф? Дедушка с бабушкой нам сдали его на комиссию. Продавали квартиру и хотели это все выбросить, скажем так, на мусорку. Самые запотребованные экспонаты, послевоенный фарфор, бронзовые люстры, книги, выдаденные до 1917 года, бижутеры. Больше складано продать картины. Некоторые предметы, хоть и вельми пригожи, из циковой истории, но могут затримливаться на полицах по нескольких годах за высокого кошту. Часы нам были признаны из Италии, они 1940 года. Механец брата Джо Пи. Состояние очень хорошее, скажем так, и они уже обслужены нашим мастером. А что мастер делал? Мастер полностью чистит механизм, восстанавливает поломку, если она присутствует, но здесь было все в довольно достойном состоянии. То есть они сейчас идут, показ правильное время? До данного момента они сейчас время не показаны, не заведены, но они рабочие, да. Часы, значит, 1940 года, фарфор, бронзово-позолотые. Насколько редкие они? Ну, я бы не сказал, что они особо редкие, но они интересные, скажем так, потому что здесь фарфор и бронзово-позолотие, и не очень массовая продукция. А вот эти по бокам, это для чего? Это кубки-вазы, они идут как интерьерные вещи, дополняют, как идет, как троечка часы и два кубка. То есть либо каминный вариант, либо просто на стол вариант. Самый старый экспонат у Лауцы – бронзовый хлопчик, сделанный в середине 19-го стагодия. А любимый лот Андрея – картина на морскую тему, как напомин про службу на флоте. Треши люди приходят сюда не только продать, либо купить антиквариат, алияку музей, а некоторые просто поностальгировать. Принаджали Игорь Марисченко, телерадиокомпания «Гомель».